Через мост еще можно проехать на машине, а дальше только пешком. Под колонной с фигурой Богородицы на главном променаде сосредоточена вся повседневная жизнь городка. Бывший поселок Сплавщиков изменился до неузнаваемости после того, как здесь открыли целебные источники с высоким содержанием йода. Торговая аллея закрыта для автомобильного движения. В солнечные дни здесь царит почти средиземноморская атмосфера. Эти пирамиды в верхнем течении реки Изар собраны из камней, нанесенных потоком. Накопившись в реке, камни могут изменить ее русло. На высоте Тольца и Ленгриса пейзаж больше напоминает Канаду, чем Германию. Здесь царство животного мира и изарских индейцев, которые, не имея настоящих каноэ, несутся по течению реки на надувных матрасах. Для такого испытания можно подобрать и более многочисленную компанию. На этом сложном маршруте в сторону Мюнхена упражнялись когда-то бывшие сплавщики. У них нашлись достойные последователи. Только на деревенских плотах вместо бочек с пивом, древесины и мебели перевозят туристов, жаждущих сильных впечатлений. Хотя для бочки с пивом место всегда найдется. Это традиция. Андерль мастерски орудует веслом. С таким рулевым чувствуешь себя в безопасности. Сплав на плотах вызывает жажду. Медленно, но только вперед. Пешеходы и велосипедисты могут обгонять справа. Потомки Астерикса готовятся пройти под мостом. Из этого приключения не получится выйти сухими. Плот ускоряется. Они выходят на арену под звуки труб и дудок. Холеные валы, которых здесь называют буммер. Начинаются уникальные в своем роде соревнования. Фердинанд спокоен и не подозревает, что стартует под номером один. Зато напряжены жокеи в кожаных шортах. В Мюндзинге начинаются гонки на валах. На старт, внимание, марш. Лидеры финишируют гордо, аутсайдеры – нервно. Наконец, все добрались до финиша. На озерах ненадолго воцаряется тишина. Если забыть про пение птиц, которые чувствуют себя в полной безопасности. У подножья гор расположилось озеро Кохель. Его наполняют воды реки Лойзах. Городок Кохель, расположенный на берегу озера, может похвастаться двумя знаменитыми жителями. Один из них – кузнец, который в 1705 году возглавил народное восстание против габсбургов. Другой – художник Франц Марк, один из предшественников немецкого экспрессионизма. Будущая звезда мюнхенского художественного общества и основатель группы «Синий всадник», Марк черпал вдохновение в родных пейзажах. Во всяком случае, в колористике, ведь на полотна Марка попадали и абсолютно небаварские мотивы. Здесь и сегодня много художников. Давайте заглянем в мастерскую скульптора Ханса Кастлера, который обуздывает структуру карарского мрамора. Его ателье в деревушке Хапперк всегда открыто для посетителей. Кастлер демонстрирует одно из своих произведений. Это Порги, горилла Порги. Не пугайтесь, она живет только у меня в мастерской. На просторах Баварии ее не встретишь. Озеро Тегерн окружено живописным горным массивом. Его красоту оценили еще в XIX веке аристократы, уезжавшие летом из душного Мюнхена. Вслед за ними сюда потянулись предприниматели, артисты и философы. Сегодня туристов даже не аристократических кровей ждет прелестный пивной дворик в Гуд-Кальтенбрун. Парашюты кружат над высотой Валберг, 1700 метров. Теплые воздушные потоки позволяют держаться в воздухе до нескольких часов. Фуникулер на Валберг преодолевает 800 метров вверх. Плата за подъем с комфортом всего несколько евро. Вид на озеро Тегерн сверху и снизу. Мюнхенцы и сюда устремляются толпами. Альпийские пейзажи успокаивают расстроенные нервы. На озере Тегерн расположен курорт Бат-Виззе. Издалека видны две колокольни Бенедиктинского монастыря. Они прекрасно справляются с ролью дорожных знаков, указывающих направление к знаменитому трактиру Клостер-Тюберл. Слава последнего выходит далеко за пределы Баварии. В будни, когда погода хорошая, здесь довольно тихо и свободно. В выходные трактир ломится от посетителей. Почтенная тишина царит и в окрестностях озера Аммер, священная гора Андекс и еще один Бенедиктинский монастырь. Три гостей из Святой Земли вот уже много веков притягивают сюда туристов. В 1755 году, в 300-летнюю годовщину основания монастыря, суровый готический храм был перестроен в духе рококо. На позолотие украшениях не экономили. Где много паломников, там и сильная жажда. Монастырская таверна появилась уже в 15 веке. Она специализируется на пиве Андексер, которое варят сами монахи. За воротами монастыря открывается вид на озеро Аммер. Оно как близнец похоже на озеро Штамберг, с той лишь разницей, что здесь царит сельская атмосфера. Чтение и занятие наукой – неотъемлемые составляющие монастырских будней. Барочный памятник подтверждает этот факт. Рядом с церковью стоит часовня Анастасии, очередная жемчужина стиля рококо. С фрески на потолке глядит Мария, мученики и хор ангелов. Монастырь известен своим гостеприимством. В таверне подают традиционные закуски и, разумеется, пиво. Двор представляет собой великолепную декорацию театральных представлений и концертов. Здесь исполняют кантату Карла Орфа, основанную на средневековом песенном сборнике «Кармина Бурана». Монастырь Эт-Таль основан в 1330 году императором Людвигом IV Баварским, который покровительствовал приехавшим в Баварию бенедиктинцам. Строительство продолжалось 40 лет. Церковь была построена в форме двенадцатиугольника, как символ гроба Господня в Иерусалиме. После пожара в середине XVIII века церковь восстановили, но уже в стиле барокко, с лепниной и живописными декоративными элементами. В десяти километрах от Эт-Таля, в долине Грас-Ванг, нас ждет еще одно впечатляющее здание, на этот раз светское. Этот греческий моноптерос с изображением богини только начало. Наша главная цель – небольшой барочный дворец Линдерхоф, построенный Людвигом II. Его вдохновил дворец в Версале. Увы, из-за ограничения по площади король умерил свои планы в отношении размеров построек и парка, но компенсировал это ограничение еще одной резиденции – Хереншимзея. В вестибюле гостей встречает обожаемый хозяином Людовик XIV в образе наездника. Вокруг – великолепие и гигантомания. Гости попадают не только в иную эпоху, но и в абсолютно иную, если не сказать искаженную, действительность. Богатство контрастирует с мрачной атмосферой. Людвиг II, сказочный король, кажется, не любил солнечный свет. Чем больше неудач постигало его в политике, тем дальше он удалялся от мира, прячась в таинственных альпийских замках.